Итак, первая хорошая новость, это то, что я снесла канал Валидол. И как бы всё это время я притворялась её подписчицей и верной соратницей. Вот. А в конец я её предупреждала ещё год назад, чтобы она не распространяла эту секту Лайм в нашей стране. Это секта хронического Лайма, основанная на гипнозе, как и все секты. Вот. Суть была в том, что она перепостила, и до этого ещё говорила не раз, про всех этих клещей, которых якобы выпускают из специальных контейнеров, разбрасывают с вертолётов. Вот. Поэтому сука пошла на дно. Она, конечно же, создала другой канал, она назвала его волейбол или ещё как-то, но кто-то что-то наконец-то сделал, и лучше поздно, чем никогда. Безусловно, все вот эти идеи, которые подбрасывают сатанисты мира сего, плодящиеся в Ватикане, конечно же, потом подхватывают вот эти вот полубезумные батюшки, которые никак не могут сделать камин-аут. И потом они начинают тоже распространять дальше эту информацию, подкинутая ЦРУ, о том, что вот есть такая хроническая форма болезни Лайма. Вот. И, конечно же, этот сраный Такер Фарлсон – суперговно. Вот. В чём суть распространения слухов о болезни Лайма какой-то суперхронической формы? Есть люди, у которых есть иммунитет на рак. Прежде всего, это, конечно же, аутисты. У них поражаются только мозг и нейроны, но всё остальное – тело более-менее нормально. Во-вторых, это гомосексуалисты и лесбиянки. Это тоже форма иммунитета на рак и трансгендеры. Вот. То есть они не умирают от рака, но они становятся гомосексуалистами и лесбиянки. Вот. И есть ещё один вид людей, у которых очень редкая группа крови, и она называется пятая группа крови. То есть она может видоизменяться, потому что она не положительная, не отрицательная, ну и всё такое прочее. Эти люди как бы на вес золота. И специально для таких людей создают вот эту секту Лайма. Суть всего этого вопроса – это чтобы достать этих людей, взять у них как можно больше крови при жизни, потом влить им огромные дозы антибиотиков. Антибиотики – это не для того, чтобы изгнать бактерию Бургдорфирии или там внутривенно антибиотики, чтобы энцефалит убрать. Нет, это не для этого, потому что нет никакой хронической формы Лайма. Вот. Это всё нужно для санации вот этих вот жертв, для последующей изъятия органов. Вот. То есть этих людей, которые попадают в эту секту, их всё равно считают сумасшедшими, им никто не верит. И потом, значит, их вот так вот пролечивают антибиотиками, чтобы, ну как бы, прижилось всё хорошо. Вот. И даже не обязательно, чтобы органы после там, допустим, внезапная катастрофа случилась или кто-то от сердечного приступа вдруг оказался при смерти в больничке. Но нет. Они могут, насколько я поняла, просто даже изымать вот органы, делать из них порошок. Вот. И потом, как инъекцию вкалывать. Вот. И те, как они называют, наверное. Они их, наверное, называют пептидой или как-то ещё. Вот. И, конечно же, когда ты видишь такую женщину, которая там называет себя как-нибудь там Микаэла, у неё за спиной, конечно же, будет какая-нибудь там гора. А гора – это, конечно, символ Бога, доверие, мощь, основание, авторитет. Вот. И когда вот эта страшная баба приходит и начинает говорить, что она какой-то там врач, и она хочет сказать людям правду о болезни Лайма, о том, как сбрасывают с вертолётов клещей. Вот. И потом так много людей заболевают. И вот у Валидочки и муж-то её тоже Лаймом заболел. Вот. И кошка её заболела тоже. Но на самом деле это не так. И когда ты, в общем, как бы это получше выразиться, понагляднешь. Вот. Вот когда вы смотрите вот на эту вот старую уродливую пизду, которая из себя корчит какой-то там учёного, вот, а он на неё так умно смотрит. Обратите внимание, кстати, что он из Швейцарии. Вот этот вот мужик Такер Карлсон. Он как бы тоже не совсем за простых американских мужиков ратует. Он один из элит, и европейских элит. Вот там вот где-то у папы. Вот. И так же мы что видим? Вот эту же... Нет, нету. Вот эту же старую шлюху Танюху Карацубу, которая у нас альбиноска, но она утверждает, что она вообще у нас чуть ли не с Чукотки. И москвичка тоже одновременно. Ну, могут существовать взаимно исключающие вещи. Вот так вот. И, конечно же, некий Ариэль Маром, который на самом деле из картофельного королевства Беларусь, тоже подчиняющегося папы римскому. И вот белорусы всё время нам пытаются правду раскрыть, показать, как правильно жить. Но жизнь у них это сплошное говно. Вот. И вот эта старая шлюха рассуждает, как всегда, о России, утверждает, что она русская якобы. Вот. Сама изъебала, наверное, там 200 турков, что она называет... Как же это назвать? Ну, сейчас они с турком живут в Швейцарии. Наверное, он уже на пенсии давно. Вот. Наверное, он старик какой-то, как эти украинки любят делать. Вот. И, короче, суть вот этих вот всех вещей, что, когда смотришь на какую-то вот эту вот, на гостью этого Такера Карлсона, и понимаешь, что она знает, что она врет. Она знает, насколько, насколько ужасны ее вот эти вот вранье, какие последствия будут, что это все связано с изъятием органов, в том числе у детей, невинных детей, которые даже понятия не имеют, что у них там какая-то суперредкая кровь. Вот. Что это связано там? Ну, состраданиями физическими, разорениями по медицинской части. Вот. Потому что в государственной клинике, конечно, никто тебе не поверит, что у тебя там какая-то хроническая форма болезни, лайма тебе придется за огромные деньги себя же вкалывать лошадиной дозы. Вот. И когда, короче, смотришь вот на эту, вот на эту вот бабу, да, вот, то понимаешь, что понимаешь, что зачем вся эта война, короче, вот эта война на Украине, они американские мужчины, европейские мужчины, и бог знает, где еще они просто хотят русских женщин. потому что я не представляю, каково жить с вот этой вот вот этой вот бабой. Вот как можно с ней жить, если у нее абсолютно нет никаких, никакой эмпатии, жалости, какой-то нежности, желаниями сохранить жизнь, таких черт, которые должны быть присущи женщины. Вот эта вот мразь, вот представляете, вот ложится, вот быть мужем, вот этой мрази, которая просто нагло врет и обманывает людей. и значит полностью осознавая, к чему приведут эти последствия. Мужчина, ну если он здоровый мужчина, не какой-то там гомосексуал, да, как, каково мужчине, вот допустим, да, если он даже военный, да, если он там обычный какой-то ну плотник, сантехник, хоть кто, понимаете, вот каково ложиться в постель, засыпать рядом с вот этой вот бабой, вот, короче, все вот эти мужчины США, Европа, они просто хотят русских женщин, вот, и вся эта война из-за того, что они просто хотят, ну сейчас желательно им истощить мужские ресурсы, мужиков всех почти в Украине поубивали, выгнали эти, ну и рассчитано было в основном это, конечно, на русских мужиков, что умрет как можно больше русских мужиков просто они хотят русских женщин, они хотят войти как ну как завоеватели в русские города и жить с русскими бабами, потому что они уже давно следят за тем, что происходит здесь, как многие, не все, конечно, русские мужчины относятся к русским женщинам как грязи и они считают, что они недостойны и они считают, что они ну как бы лучше справились, может быть где-то они правы, понимаете, потому что ну вот у моей подруги муж москвич алкоголик, который ей все ребра повеломал, вот но она тоже белорусская и сбежала из Беларуси от картофельного короля, у которого в стране у каждого третьего или четвертого рак, вот, но мораль сей басни такова, не надо люди слушать всяких Ариэльев, Маромов, он очень интересный сказочник, но никто не будет ударять по Москве ядеркой или каким-то там другим Питеру или другим крупным городам, понимаете, потому что они не будут злить русских женщин, они хотят, чтобы к ним хорошо относились русские женщины, потому что они пытаются убить ну как убить в основном мужчин и занять их место вот и оставить вот этих вот обесчеловеченных потерявших облик человека баб но не знаю получится у них или нет но в общем когда ты видишь что-то каждый день допустим траву перед своим домом и для тебя трава многое и многое ты не понимаешь как бы ценности не видишь потому что очень много этого вот а для кого-то то что ты считаешь ничем для кого-то это самое дорогое сокровище вот которым они хотят завладеть и я сейчас не имею ввиду себя особенно после всяких там комментариев на мои видео о том что я жидовка вот хотя считала себя мозговичкой но не суть важна поэтому да не суть же важна